Три дня участники Международной научно-практической конференции обсуждали варианты развития России и ее отдельных сфер. Особое внимание посвятили аграрному комплексу, а точнее внедрению цифровых технологий в сельском хозяйстве. Я вот совсем недавно, буквально где-то месяц назад, открывал новую ферму, которая полностью роботизирована. Там не только роботизированное доение, там вообще все технологии уборки, в том числе система навоза удаления. Тамбовская область – ведущий регион по созданию цифровой среды в агропромышленном комплексе. Но есть наработки и в Алтайском крае. По словам губернатора Виктора Томенко, сегодня в нашем регионе внедрена система точного земледелия, в отдельных хозяйствах трудятся тракторы и комбайны с дистанционным управлением, а мониторинг полей ведется из космоса. В ближайшей перспективе Алтайский край готов стать пилотной площадкой для тотального перехода на цифру. Дальнейшая работа будет осуществляться по созданию в регионе центра компетенции по цифровизации сельского хозяйства на базе Алтайского государственного аграрного университета. Будет направление расширения регионального фонда пространственных данных и предоставления на его основе государственных услуг в электронном виде и комплексное внедрение пока что в трех наших экспериментальных хозяйствах системы цифрового сельскохозяйственного производства. Цифровая экономика, подчеркнули эксперты, принесет больший эффект, нежели просто обновление производства. Правда, для этого регионам-пилотам проекта нужно решить как минимум три непростые задачи. Создать в аграрной сфере необходимую инфраструктуру, обеспечить хозяйство суперсовременной техникой и подготовить кадры нового типа мышления. Елена Макаренко, Наши новости. Продолжение следует...